Недавно мне позвонил человек и спрашивает, а сколько у вас стоит цена за квадратный метр работы плюс материала? Я ему говорю, 5 тысяч рублей. Он говорит, 5 тысяч рублей, но это же очень дорого. Это не рыночная цена. Я говорю, да, это не рыночная цена. Он говорит, спасибо, и положил телефон. Вообще, по-правильному, я должен был у него задавать уточняющие вопросы, потом сказать, что цена будет, допустим, тысячу рублей, он меня вызывает на замер. Я приезжаю и реально ему говорю, там, 3 тысячи рублей, потому что у него крыша вдруг из простой превратилась в очень сложную. То есть 5 тысяч рублей, я просто выдумал эту цифру. Сейчас же, ну, как бы, коронавирус, глава туго соображает, и мыслительные процессы, они немного затупляются. Поэтому просто я взял и схалтурил, да, сказал ему просто 5 тысяч рублей. И реально, если так подумать, вот, например, себе на крышу я беру пленку, которая стоит 15 тысяч рублей. Вот есть такой производитель Дельта, у них есть пленка Дельта Макс, она за рулон стоит 15 тысяч рублей. Блин, 15 тысяч рублей, как вообще эту пленку можно продать? Вот раньше делали же крыши, да, и, в принципе, не было никаких проблем. Вообще пленок не было, да, и проблем никаких не было. А сейчас я приду, приду, приду к человеку и скажу, вот тебе пленка за 15 тысяч рублей. А если у него 300 квадратных метров, представляете, то вообще, ну, на одних пленках можно разориться. Если туда еще скотча добавить, то вообще лучше и дом-то не строить, понимаете? Вот, и сегодня, да, вот, блин, я хочу вот, прежде чем рассказывать вам про монтаж гидроизоляционной пленки, я вот, блин, реально задумался, а вот как вообще можно смонтировать пленку из некачественных материалов, да? Вот, нормально можно смонтировать дом, построить из качественных материалов, в принципе, не проблема. А вот не из качественных материалов, как это сделать? И реально это нереально сделать, реально нереально, масло масляное там получается. И вот как-то так. Так, поэтому сегодня, друзья мои, прежде чем рассказывать про монтаж гидроизоляционной пленки, я хотел бы заострить внимание на качественной диффузионной мембране. В чем может быть разница между качественной мембраной и не очень качественной мембраной? Попробую вам рассказать это на пальцах, вот. И, соответственно, монтаж, конечно же, я тоже вам покажу. Поэтому посмотрите обязательно этот ролик до конца. Я думаю, что этот ролик для вас будет очень полезным. Итак, друзья, сейчас я нахожусь на мансарде, на котором мы будем делать утепление. Вот даже две упаковки утеплителя уже успели мои строители принести. Здесь переделывается утепление, это новый дом, но уже мы переделываем утепление. И я вам говорил про скрытые работы, про то, что строители во время монтажных работ могут дырять пленку, чтобы это просто, опять же, было не на словах. Я вам сейчас покажу реально, какие дырки бывают, когда мы делаем утепление кровли изнутри. Например, бывают вот такие вот дырки большие. Вот такие вот дырки бывают. Бывают вот такие вот маленькие дырки. Бывают вот такие вот обход трубы гидроизоляционной пленкой. Видите? Ничего нету. Бывают целый набор дырок. Вот дырки. Вот тут дырки. Тут дырки. А бывает даже у кого-то сыграет совесть, и он возьмет ленту и заклеит. Тут заклеит, а тут не заклеит. Потом утепление идет полностью до конца. Пленка в коньке полностью открыта. Нахлесты не проклеены. У пленки, если посмотреть, большое количество вот таких больших пятен. Также вот маленькие пятна здесь идут. А вот здесь вот у нас такая большая заплатка из пароизоляционной пленки. Если мы ее сейчас оторвем, то здесь будет вот такая вот супер заплатка. Соответственно, когда это все закрывается, то человек, который приезжает в этот дом, он думает, что у него все круто и супер, но по факту у него вот такая вот картина. Здесь вот все запелено герметично. Видите? Красота. Подготовили мы такой каркас, и сейчас будем проверять нашу вот эту вот пленку, про которую я вам рассказываю, будем проверять на прочность. Первый такой самый простой тест, это мы кинем на нее молоток. Допустим, я или вот мой строитель. Улыбнись. Допустим, мой строитель немного криворукий, и на крыше реально уронил молоток или какой-то там строительный инструмент. Вот сейчас мы кинем. Да, и будем смотреть. Еще раз кинь, Макс. А то люди не поверят, что она прочная. Давай. Так, смотрим дырки. Вот эти вот места, видно, что есть вмятие, но реально дырек никаких нет. Вытащили пленку на свет. Встань на еще раз вот на этот отсек, который ты второй сделал. Да, так же вставай на нее. Вот так попрыгай чуть-чуть. Еще попрыгай, еще, еще, еще. Еще попрыгай, еще, 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 еще попрыгай, еще, 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 все. Да, вот он реально прыгал на эту пленку, и мы видим, что здесь нету никаких рваных мест. Реально эта пленка очень крутая, и тест на прочность она прошла. Не здесь вот нету, не здесь нету. Вот, это один из факторов, почему я рекомендую своим заказчикам именно вот эту пленку. Соответственно, себе на крышу я тоже делаю эту пленку. Итак, почему мы должны применять в качестве подкровельной изоляции качественные материалы? Потому что одним из очень важных факторов является воздействие на подкровельную пленку ультрафиолета. Это момент очень важный, потому что если мы вовремя не закроем нашу кровлю, то произойдет разрушение нашего полимера. Если началось разрушение полимера, то есть мембраны, даже когда мы уже с вами уложили финишное кровельное покрытие, процесс окисления у нас продолжается, и мембрана будет разрушена. Это только вопрос времени. Соответственно, материал, когда мембрана у нас разрушится, перестанет выполнять свою функцию на кровле. То есть он потеряет водоизоляционные свойства, он потеряет свойства воздухонепроницаемости, и, соответственно, тогда мы с мансардой получим проблему. Поэтому нужно выбирать материалы, которые изготовлены из других полимеров, которые более устойчивы к ультрафиолетовому воздействию. Одним из таких материалов является мембрана Delta Max. Здесь у нас диффузионную функцию выполняет полиуретановый слой. Он более устойчив к воздействию ультрафиолета. Соответственно, такой материал прослужит гораздо дольше других материалов. Такой материал может в открытом состоянии находиться гораздо дольше, до трех месяцев. Потому что если мы будем говорить про полипропиленовые трехслойные мембраны, то это максимум 4 недели. И то не со всеми материалами, не для всех материалов. И очень сильно зависит от региона применения. Тема сегодняшнего видеоролика у нас диффузионные мембраны, поэтому я особо акцент на качество утепления не буду делать. Просто хочу вам показать, что такое некачественная диффузионная мембрана. Потому что когда мы покупаем их в магазине, на внешний вид они примерно все одинаковые, но по цене, соответственно, они отличаются. Есть бюджетные варианты, есть более дорогие. Поэтому, чтобы вы понимали наглядно, что такое качественный материал и некачественный, хочу вам показать. Вот это вот диффузионная мембрана непонятного производителя. Видно, что она двухслойная, и вот этот вот нижний слой, он начинает отслаиваться. Видно здесь вот такие вот маленькие участки, большие участки. От чего это происходит? От того, что кровельное покрытие сверху идет металлочерепицы, она нагревается до температуры 70 градусов Цельсия. Соответственно, идет тепловой поток, которая попадает на вот эту вот диффузионную мембрану. Соответственно, она этот поток не выдерживает и начинает разрушаться. Был недавно сильный дождик, очень сильный, и каким-то образом дождевая вода попала под металлочерепицу. И когда эта вода шла по гидрозолюционной пленке, вот на ней образовались пятна. Эти пятна на ощупь были влажные. Соответственно, вот эта гидрозолюционная пленка, она в целом, несмотря на то, что она здесь всего лишь находится 3 года, уже свое отслужила. И в дальнейшем мы договорились с клиентом, что, скорее всего, это будет на следующий год, что мы будем разбирать металлочерепицу и менять гидрозолюционную пленку на более качественную. Потому что такое вот, такие вот отслаивания, это очень плохо. И говорит о том, что если эту гидрозолюцию оставить, то утеплитель потом будет намокать и потерять свои свойства. Монтажную работу мы начинаем вот с этой детали. В данном случае это у меня называется капельник конденсата. С двух сторон мы ее загнули, для того, чтобы у нас не было режущей части. И с обратной стороны у нас здесь белая. Она немного выступает у меня на 2 см. Вот я даже специально отметку сделал, чтобы снизу, когда я буду смотреть, чтобы было видно также белую часть. Это Пурал покрытие на основе полиуретана. Толщина окраски 50 микрон. Значит, я сделал выпуск. Дальше, когда мы ее установим, к ней будет приклеиваться гидрозолюционная пленка. Примерно она не будет доходить до края сантиметра на 2 см. Даже можно на 3 см сделать. Эта деталь нам нужна для чего? Для того, чтобы те осадки, которые будут образовываться на крыше, возможный конденсат, они будут по пленке стекать вот на эту планку. Из планки уже уходить на улицу. Гидрозолюционную пленку мы обязательным образом должны к этой планке приклеить. Для того, чтобы, когда будет задувание ветра, чтобы эту пленку не приподнимало и она не перекрывала вентилируемый зазор. Сейчас мы ее просто будем крутить на обычные желтые саморезы. Пленку мы будем к ней приклеивать специальной лентой, дельта-мультибанд. И в дальнейшем уже укладывать контурейку, шаговую обрешетку и кровельное покрытие. Дальше мы приступаем к монтажу гидрозолюционной пленки. Вот мы немного ее раскатали. Здесь мы до капельника, до края капельника не будем доводить примерно вот такое расстояние, для того, чтобы можно было ее специальной лентой приклеить к этому капельнику. И чтобы потом, как вы видите, вот сильный ветер дует, да, ее может приподнимать, и тогда перекроется вентозор. Чтобы этого не было, конечно, ее нужно приклеить. Можно разными способами приклеивать. У меня просто был скотч лента-мультибанд, поэтому я буду приклеивать вот так вот. Также есть варианты, чтобы на двухстороннюю ленту ее приклеить. То есть здесь вот приклеивается двухсторонняя лента, и, соответственно, потом прижимается гидрозолюционная пленка. Либо есть еще у Дельта такой клей Дельта Тан. Соответственно, тоже можно его приклеить, ну, нанести на капельник конденсата и жгутом потом приклеить вот эту гидрозолюционную пленку. Но мы будем делать его лентой, которая напоминает скотч. Здесь мы оставили небольшой связь для того, чтобы сделать заворот гидрозолюционной пленки на контрбрус. Не доводим примерно один сантиметр. С обратной стороны специальную ленту снимаем и прижимаем нашу гидрозолюционную пленку. Видно, вот тут скобы у нас идут. Соответственно, вот это место у нас является местом негерметичным. Также, когда мы будем прикручивать контрбрус гидрозолюционной пленки, мы, соответственно, будем делать дырки. И для того, чтобы нам конкретно это место сделать герметичным, нам нужно пустить здесь специальный синий уплотнитель, который у Дельта называется шаум-банд. У этой гидрозолюционной пленки специальным пунктиром отмечен расстояние, которое должно у нас идти на нахлёст. Вот я специально подставил рулетку. Примерно это у нас получается 15 сантиметров. Соответственно, до этой линии, до этого пунктира мы будем сейчас доводить нашу уплотнительную ленту. Уплотнительную ленту мы будем непосредственно приклеивать к гидрозолюционной пленке. Иногда бывает такое, что пиломатериалы у нас не очень ровные, соответственно, образуются зазоры. Для того, чтобы этих зазоров не было, мы уплотнитель будем именно приклеивать к гидрозолюционной пленке. Вот так вот он выглядит. Немножко такой он как бы вспененный. прижимаем его к пленке. Немного мы немного мы его не доводим до края, из-за того, чтобы его не было видно, и просто обычным канцелярским ножом его обрезаем ровненько. После того, как мы приклеили наш уплотнитель, мы берем контурбрус. Контурбрус мы сделали метр тридцать пять. Делаем мы его за подлицо с нашим капельником. И сейчас будем его прикручивать на сотые саморезы, три штуки на один брусок. Чуть-чуть мы подрезаем наш уплотнитель, для того, чтобы сделать нормальный нахлёст, и дальше этот нахлёст проклеить специальной лентой. Первый брусок мы установили, первый вот такой вот у нас элемент. Дальше мы начинаем в таком же диапазоне устанавливать остальные бруски, приклеивать также уплотнители, и уже непосредственно на вот этот контрбрус у нас будет идти обрешётка. Дальше мы уже обрешётку сделаем, чтобы нам нормально было передвигаться, и будем устанавливать дальше гидрозалюционную плёнку. Сделали небольшой вот этот вот участок, сделали обрешётку, и дальше нам удобно уже устанавливать гидрозалюционную плёнку. Таким вот образом мы будем её монтировать. Ту гидрозалюционную плёнку, которую мы выпускали, мы её заводим на нашу контррейку, чтобы она не болталась и была загнута здесь. Дальше вот этот кусок мы отрежем. Вот так вот у нас получается. Первый ряд мы сделали. Дальше мы уже можем без проблем укладывать следующую часть плёнки по такому же принципу. Обрешётку у нас уйдёт шагом метр двадцать пять. Три сантиметра здесь будем делать выступ фанеры, и вот от этого края сюда у нас метр двадцать пять. Это центр доски. Вот так вот выглядит смонтированная гидрозалюционная плёнка на крыше. Правда, ещё не до конца, потому что вот ещё есть небольшой участок, но завтра мы его доделаем и приступим к монтажу гидрозалюционной плёнки на той стороне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...